когда клей высох мы можем скотчем немножко укрепить донышко для этого возьмем бумажный скотч можно взять малярный скотч но у меня вот такой тоненький цветной и я небольшими кусочками этого скотча еще немножко закреплю дно вместе с крышечкой дно с боковой внутренней стеночкой просто так по кругу подклею скотч небольшими кусочками вот Продолжение следует... Тоже у нас будет гарантия, что у нас дно и эта боковая круглая часть будет надежно приклеена. Расправим все хорошо и будем тканью сейчас обклеивать вот эту вот сторону. Я уже говорила, что я оклеивать буду наружную часть таким кусочком льна. Ширина этого кусочка 12 сантиметров. 2 сантиметра я заутюжила. Также заутюжила край, чтобы был чистый и красивый у нас нахлёст. Ну что ж, приклеивать мы будем... А, длина, что забыла сказать, что длина, это у нас полоски 30, где-то сантиметров тоже 40. Но лишнее мы потом можем срезать или просто туда убрать. Ну что, начинаем приклеивать. Даже сначала, прежде чем приклеивать, видите, я померяю ткань, она прекрасно заходит вместе с этим заутюженным сгибом. И начинаем приклеивать. Вот эту часть, которую я заутюжила, я буду ставить на этот край. Но пока его не приклеивать. Я буду приклеивать коробочку. Чуть-чуть отойду, потому что у нас сюда зайдет вот эта вот часть. И она как раз перекроет. И не будет ничего не видно. И не будет создавать толщину. Так, клей возьмем. Сейчас вытрум кисточку. И начинаем приклеивать. Хорошо наносим клей и его размазываем, чтобы не было никаких лужиц и подтеков. Кусочек ткани накладываем. Вот этот сгиб накладывать на вот эту верхнюю часть. И немного подтягиваем. Здесь держим пальцами. И опять заворачиваем всю нашу ткань. Хорошо наносим клей. Хорошо его размазываем, чтобы не было потеков. Капелек потеков. Всего ненужного. И прикладываем ткань. Здесь выравниваем. Сюда немножко подтягиваем. И подклеиваем. Опять заворачиваем ткань. Сразу все не нужно на всю площадь большую наносить клей. Так как нам же нужно регулировать натяжение ткани. И чтобы здесь у нас вот это ровно получилось. Поэтому наносим небольшими... Этими... Ну как... На большую площадь. Вот видите, получается какие-то там... Это скотч. Сейчас мы его немного уберем отсюда. Дал такую складочку. Нам не нужно никаких складок. Ничего. Подклеиваем. Наносим. И опять натягиваем ткань. И соответственно контролируем вот эту линию. Если здесь вот хорошо лег скотч, а там он лег со складочкой. И так по всему кругу мы делаем такую подклейку. Опять здесь контролируем вот этот вот срез. И в то же время немножко подтягиваем ткань. Вот. 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 Ну... Ну... клей сохнет быстро приклеивается очень хорошо уже дошли до склейки где мы склеивали между собой эту полоску картона опять здесь хорошо контролируем обязательно эту линию и подтягиваем ткань теперь смотрите дошли мы даже падать дальше уйдем нам нужно подвернуть во внутрь все то есть мы сейчас нанесем клей на вот эту вот часть смотрите сюда немного и вот так прям чуть-чуть не надо сильно много клея просто как бы вытерли кисточку и подклеиваем эту полосочку прикладываем сюда все ровненько контролируем обязательно эту верхнюю часть и наносим клей здесь наносим прямо на картон и прям наносим на ткань сейчас посмотрим до каких пор тут нам клей много не нанести чтоб не запачкать ткань хотя это клей вот этот пва момент столяр он когда высыхает он становится совершенно прозрачным не стоит волноваться но не будем пачкать ткань и нанесем на ткань вот здесь лучше нанесем прям на ткань так вот хорошо размажем и приклеим натянем и проконтролируем верхний срез подтянем проконтролируем верхний срез так у нас получилось все очень хорошо подклеена даже можно немножко так придавить столом вот получается у нас подклейка теперь нам нужно подклеить внутреннюю часть отвернуть все отвернуть эту ткань нанести клей теперь уже на внутреннюю часть здесь можно прям быстро нанести по всему кругу здесь уже не так важно на те натяжение мы сделали здесь можно прям быстренько нанести по всему кругу и быстренько подклеить тоже пальчиками туда прямо под нажимаем и подтягиваем прям туда туда там подклей попозже сейчас мы все быстро пройдем по кругу а теперь подклеим вот этот кусочек тоже нанесем клей прямо туда подклеим и все подержим и подождем пока все хорошо высохнет проверяем еще немножко влажно еще есть шанс все исправить если есть это какие-то недочеты потом как клей высохнет исправить будет очень сложно и оставим в таком виде пусть коробочка немножко подсохнет и и и Продолжение следует...